Доброго времени суток, мои дорогие подписчики! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом прекрасного сосудистого средства, омолаживающего и прекрасное средство от комаров. Я его узнала сама и, конечно же, хочу с вами поделиться. Прежде всего нам нужны каштаны. Каштаны у нас... Мы их порежем. Я пробовала их измельчать и на кофемолке, но поломала кофемолку, поэтому поняла, что надо каштаны резать большим ножом. Я их разрезаю на 4 части. Пополам каштан должен быть свежий. Обычно беру каштаны те, которые только-только упали, только упали с дерева. Режем на 4 части. Разрезаем каштанчик и загружаем пол-литровую баночку. Я беру пол-литровую, потому что у меня их немного. Поэтому я загружаю. Если каштан вы уже нашли более твердый, то есть тот, который уже давно раскрылся, его будет очень тяжело разрезать. Вот так как только что я его не могла разрезать. Я пробовала, конечно, и на баночку, куда мы будем сбрасывать наши. Почему именно на 4 части? Можно, конечно, мельче порезать. Некоторые каштаны, там, где я собираю каштаны, там ходят люди, там есть офисы, там более-менее чистая зона, потому что машины почти не ездят. Это возле монастыря. Я вам показывала наш монастырь, мы проезжали. Вот как-то покажу более подробно возле женского монастыря. Вот таким образом я разрезаю на 4 части. В основном каштанчик должен быть, видите, вот это вот. Когда я его беру, так еще вот эта кожица на нем есть. Сама скорлупа каштана. Можно и это скорлупой назвать. Но там именно. И вот такие 4 части. Конечно, чем мельче, тем больше будет. Лучше он пропитается. Лучше уйдет. Ведь мы будем заливать с вами потом спиртом, разбавленным один к одному. И вот такая вот у нас получится экстракция вот этого активного вещества, которое делает сосуды эластичными. Это средство я уже начала делать, узнала его прекрасные свойства 5 лет назад. Попробовала первоначально. Я его сделала просто как сосудистые. Поскольку сосудами страдаю уже, наверное, более 10 лет, если не больше, с того момента, когда у меня начались мигрени. Поэтому всегда стараюсь поменьше ходить к врачам. Без них, конечно, никак. И опыт у них большой. Я им высказываю глубочайшую благодарность. То, что есть врачи. И некоторые даже действительно врачи, как называют, от Бога. Потому что все-таки надо любить свою профессию, а не просто любить деньги. Это я так считаю. Да. Естественно, все, что я говорю, понятно, это мое мнение, друзья. Вот таким образом я разрезаю каштаны. Разрезаю каштаны. Далее я беру все очень просто. Обыкновенный беру медицинский спирт и заливаю его сюда прямо в баночку. Теперь водички столько же, сколько мы взяли из спирта. У меня водичка в леечке. Наливаю. Водички столько же, сколько я взяла из спирта. Один к одному разбавляем. Один к одному. И в темное место, в темное место ставим на 7-10 дней. Затем этот я даже пробовала пить по чайной ложке, как сосудистое средство. Я протирала все морщинки, которые появляются. Я делала маски для лица. И самое главное, что заметила. Значит, вот это средство, оно подтягивает кожу. Абсолютно кожу подтягивает. Но если укусил комарик, если укусила мошка, есть вот такие вот, значит, не будет покраснения. Вы, когда оно настоится, вы его можете слить в другую баночку. И прекрасное средство от укуса комаров. И как сосудистое средство. Друзья, здоровья вам! До новых встреч в эфире!